итак сборная франции чемпион мира по футболу 2018 года это был первый чемпион мира по футболу который принимала наша страна и для меня он начался не 14 июня 2018 года как для многих для меня он начался с того момента как объявили о том что чемпионат мира по футболу в далеком уже далеком 2010 году будет проводиться у нас ночью можно считать 2011 году потому что объявление было 30 декабря ну конце декабря скажем так и вот я прекрасно помню когда я еще учился в школе мы на переменках обсуждали как так мой город а мой город один из организаторов чемпионата мира по футболу это сразу скажу не москва не петербург можно сказать это глубинка но не совсем как он справится с чемпионатами футболу справилась он не очень но эта тема для отдельного видео еще раньше того момента как объявили о том что россия будет принимать у себя чемпионат мира по футболу конечно же было объявлено том что сочинские зимние олимпийские игры будут проводиться у нас собственно говоря в сочи но и еще раньше я на уроке литературы учил такой стих который конечно я уверен что и учили вы стихи лермонтова про бородино который мне как раз вспомнились перед финалом франция хорватия почти в несколько километров от того самого легендарного исторического места скажи ка дядя ведь недаром москва спаленная пожаром богатыри не вы и тут надо понимать весь драматизм ситуации то что от стихи лермонтова и пушкина у меня отскакивали от субок а учительница русского языка и литературы поставила мне не пятерку а лишь четверку казалось бы футбол и стихи при чем тут это но друзья в жизни футболе вообще в галактике не бывает совпадений не бывает мелочей все закономерно и вот учительница мне за стихи которые посвящены русским героем 1812 года поставила не самую высшую оценку а лишь четверку и спустя некоторое время в россии именно франция не англия не бразилия не спали никто либо другой победила выиграла чемпионат мира по футболу кутузов наверное в грабу переворачивается узнавая от архангелов я не знаю кого что французы победили на нашей земле да это так причем заметил что немцы победили на кубке конфедерации в прошлом году а сейчас в этом году франция стала чемпионом мира у нас в москве в той самой москве которую когда-то давным давно специально сжигали чтобы французским войскам не оставлять ни одного провианта прошло много времени и лет и франция чемпион мира но в этом также есть еще один любопытный и интересный подтекст дело в том что до чемпионата мира по футболу французский президент эммануэль макрон единственный в европе политик кроме премьер-министра орбана и кроме президента белоруссии лукашенко принимал у себя в гостях владимира владимировича но если но все-таки это вот венгрия и беларусь это все-таки не ровня франции даже меркель сама едет к путину но пока никак не может пригласить его к себе в берлин это уже о чем-то это же говорит о многом можно долго утверждать купил ли французский президент титул чемпиона мира у владимира путина который перед этим 2000 в конце 2010 года скупил все фифа чтобы провести у себя чемпионат мира по футболу я считаю что если цель достигнута если заплатили деньги если они не столь обременительно они не столь обременительно для французского бюджета и обвинять их на титул чемпиона мира по футболу а ведь звание чемпион мира по футболу это даже важнее статуса чем золотой олимпийской медали сейчас потому что чемпионат мира популярнее потому что футбол популярнее любых других видов спорта то это все-таки адекватная цена сколько бы там макрон путину не проплатил а вот если уж и мы затронули тему договорных матчей то все-таки платить египетской и саудовской федерации футбола из бюджета чтобы мы как-то вышли в одно восьмое финала так еще расплачиваться фактически нашими будущими пенсиями это как-то выглядит сомнительно еще раз повторяю что утверждаю что у меня есть какие-то доказательства договорных матчей но есть такое подозрение скажем так мы никогда скорее всего не узнаем были договорники на чемпионате мира по футболу от вопроса из-за разряда кто убил кеннеди было ли вторжение пришельцев которые вывела нас из-за разряда обезьяны мы стали людьми это все извечные темы для извечных споров но факт есть факт сначала макрон тепло принимал пучина у себя в париж и версале потом путин также тепло в петровских дворцах фактически на на российском имперском уровне принимал у себя за две недели до чемпионата мира по футболу вдумайтесь за две недели макрона и так его ублажал и так его ублажал что даже наверное позавидовала бы дональд трамп вот такие вот итоги франция чемпион а проиграл российский народ не надо думать что мы хорошо выступили на чемпионате мира по футболу мы играли в так называемый антифутбол смысл которого было дотянуть хоть как-то до серии пенальти ну а потом пусть что будет недавно ни одной индивидуальной награды наши футболисты так не получили а лучшим состав составе сборной россии стал натурализованный бразилец марио фернандес кстати о нем еще одна любопытная деталь уж как-то он подозрительно промахнулся с пенальти как раз после того как в россию на чемпионат мира впервые в истории впервые в истории приехала президент хорватии дарья титанович я думаю что это тоже неспроста я думаю что она купила тот четверть финал потому что в отличие от пенальти смола где смолов но просто не попал ворот он попал во вратаря то марио фенандес уж слишком явно увел мяч в сторону от ворот это было заметно впервые в историю еще раз я вам повторю нам приехала президент хорватии на чемпионат мира да но я думаю что не только на чемпионат мира а чтобы предложить лично владимиру владимировичу энную сумму чтобы марио феннандес натурализованный бразилец промахнулся серии пенальти но как бы там ни было проиграл весь российский народ сочувствую что же касается тут срача развернулась а про украину ну что тут сказать про украину я давно видео не буду ничего говорить они не попали на чемпионат мира по футболу следовательно говорите о ней и в этом видео не надо на этом все спасибо за внимание и в любом нина france вы в оао он nc у у у с у